Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 14 уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке очередной виджет-меню. Сейчас смотрим в левый нижний угол. Вы видите, здесь такой квадратик с плюсом. Если мы кликаем, у нас всплывает вот такой круг с кнопками. Данный модуль, он прикрепляется автоматически сам в левом нижнем углу, можно в правом. Если я прокручиваю сайт, то видно, он у нас там зафиксирован. То есть произвольно ему положение задать нельзя. И максимум 4 кнопки. 4 иконки, 4 ссылки. Соответственно, иконочки все меняются. Шрифтовые иконочки. И все цвета вообще здесь меняются. Давайте переходим в Adobe Muse, чтобы рассмотреть настройки данного виджета. Вытягиваем виджет. У виджета имеется ряд настройчик. Их здесь достаточно много. И часть не влезает у нас. Обрезается внизу экран. Но я вам их покажу, когда до них дойдем. Первая позиция. Смотрите, мы можем выбрать справа отображать или слева внизу. То есть я предпочитаю слева. То есть это Left Button Corner. Меню в открытом виде или в закрытом? То есть смотрите, если будет в открытом, то у нас по умолчанию вы видите оно в открытом виде. То есть вот так в закрытом, вот так в открытом. Вы решаете, как отображать открытым или закрытым. Дальше у нас идет ссылка на сервис Icon, иконок. Вы уже умеете им пользоваться. И ниже, вот здесь вот, это опция настройки вот этой иконки. То есть, которая у нас идет основная, да? По которой мы кликаем, и появляются у нас другие иконки. Вот здесь для нее можно прописать переменную иконки, перейдя на этот сервис. В принципе, я уже об этом давал урок. Поэтому я здесь не останавливаюсь. Home Button Color это цвет нашей иконки. Я выбираю какой-нибудь цвет. Дальше Home Icon Color. Это цвет иконки на вот этой круглой нашей кнопке. Видно сейчас вот он белый. Я беру другой цвет. Смотрите, Border Radius, вы видели, она у меня квадратная. Если вот здесь вы выставите ноль, то кнопка будет не круглая, а квадратная. Это уже похожи вам знакомые настройки. Переходим дальше в настройки. Здесь у нас есть возможность отображать 4 ссылки, 4 иконочка. То есть, меню Background, заливка области, где у нас все расположено. Давайте я вам еще раз покажу, чтобы вы лучше понимали. Мы настроили цвет вот для этой кнопки. Она у нас зеленая, плюсик на ней желтый. Вы смотрите, когда я включаю ее, вы видите, вот этот круг большой красный. Это и есть заливка Background. То есть, для него какой выбрать цвет. Я выбираю свой цвет. Icon Color. То есть, это наши иконочки, которые вы вот здесь можете поменять. Для них общий цвет какой задать? Я возьму свой темно-зеленый. Ну и давайте для одной иконки я вам освежу память, как тут, что делается. Вот здесь выше. Текст. Find all icons here. Это ссылка. Вы кликаете. Нас перебрасывает на сервис иконок. Мы с вами это уже проходили. Я выбираю какую-то иконочку. Например, вот автомобиль. Кликаю по иконочке. И беру вот эту, копирую всю переменную. Вот эту, да? Farcar. Захожу в настройки виджета. И вот, смотрите. Первое поле Icon1 я стираю. Там Facebook у нас был. Вставляю нашу иконку. И Enter. Ну и ниже, соответственно, идет ссылка для этой иконки. Давайте посмотрим, сменилась ли иконка или нет. Вот вы видите, вот здесь вот иконочка автомобиля. Она сменилась. Аналогичные действия вы проводите дальше. Ко всем ссылкам. Дальше вам тут видно Icon Background. Смотрите. Если сейчас я смогу вам это объяснить. Вот видите иконки, да? И как бы за ними такой идет еще маленький кругляшок. То есть, смотрите. Это заливка. Background. Тоже можно менять цвет для нее. Это как раз таки вот Icon Background. Заливка для нее. Так, вам здесь не видно. Так, область съемки экрана я сменил чуть вниз. Чтобы вам продемонстрировать настройки, которые не влазили у нас в экран. Значит, Icon Background я меняю на свой. Дальше Icon Background Opacity. Это идет прозрачность для этой заливки Background. То есть сейчас это минимальная. Здесь можете стрелками управлять, прибавлять или уменьшать прозрачность. Дальше идет Icon Background Hover. Это для того же круга, только при наведении. То есть, когда мы наводим, мы можем задать цвет другой. Я возьму другой цвет. Другой оттенок. И, соответственно, опасность. Самая последняя настройка. Это идет прозрачность для круга, который при наведении. Вот этот Hover, да? Думаю, вам здесь это все понятно. Смотрим в браузере. Вот вы видите, да? Вот эти вот круги за иконками. Надеюсь, здесь вот я понятно объяснил. Вот такой вот симпатичный виджет. На этом я урок заканчиваю и увидимся в следующем.